Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении украинскими войсками запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщил сегодня официальный представитель СКР Владимир Маркин. Действия Киева, по его словам, грубо нарушают Женевскую конвенцию. Речь идет об авианалетах и артиллерийских обстрелах мирных жителей, а также похищениях и пытках. Сегодня был освобожден православный священник, которого захватили в Донецкой области и истязали, выбивая признание в помощи ополченцам. О том, что пленнику пришлось пережить. Сергей Самуха. Человек требует срочной операции. Явно следы пыток на руках. Хорошо обратить внимание, избит. Отец Владимир еле стоит на ногах. Избитому и измученному священнику вызвали скорую в один из харьковских судов, где ему должны были вынести меру пресечения. Настоятеля Свято-Никольской церкви обвиняют в терроризме. Неделю назад его задержали под Новоайдаром Луганской области. Просто остановили военные, положили в асфальт, начали избивать, надели мешки на голову. Потом привезли к себе на базу. Там тоже все время избивали. Отец Владимир никогда не скрывал, что симпатизирует ополченцам и всегда призывал к прекращению карательной операции на Луганщине. То же самое не побоялся повторить боевикам правого сектора, которые его задержали. Со священника сорвали рясу и начали пытать. Это наручники. Это были наручники. Это одевали наручники и ногой забивали, чтобы защелкнулись до конца. Врачи скорой так и не смогли госпитализировать священника. Запретили украинские силовики, которые дежурят возле суда. До больницы подвезли знакомые. На целесообразно не отложено. Четвертый, да? Сергей и вовсе не имеет к ополчению никакого отношения. Просто ехал по трассе, когда его остановили на блокпосту под Славянском. Сломали руку сразу. Берцами сломали. Потом запхнули в БТР. Начали бить прикладами по голове. Что еще хуже, у мужчины в телефоне нашли фото, где он стоит с пневматической винтовкой. Климо сепаратиста навесили сразу и начали выбивать показания. На живот, в пуп залили жидкости какой-то, кислоты какой-то или аккумуляторной. Потом засыпали пороха, подпалили. Потом вот здесь есть немного штыкали ножами, чтобы сознался, что я нахожусь сепаратистом. Пять дней без суда и следствия с мешком на голове он провел в сыром подвале. Каждый день пытали и требовали подписать признательные показания в терроризме. А потом просто взяли и выпустили. И боевикам, которые избивают и издеваются над мирными людьми, при нынешних порядках вряд ли что-то за это будет. Сергей Самоха, Вести.